Девушки отдыхают Вот, всё, моя избушка готова Моя тоже Теперь осталось дождаться художника и показать ему свои рисунки А вот и я О, Коксик, привет А ты помнишь, мы хотели шишкиную избушку для художника нарисовать? Ага, ты нарисовал? Ну нет, не нарисовал, я её сделал, вот О, странная какая-то избушка Ага, почему странная-то? Я её из цветной бумаги вырезал и наклеил Ой, Коксик, ну что ты наделал? А что? У нас же урок рисования, рисования, понимаешь? А у тебя не рисунок вовсе Ты только бумагу цветную наклеил Художнику это не понравится Да, Веснушка права Да, правда Ну и что мне делать? Может, ты сейчас нормальную избушку нарисуешь? Время ещё есть Да нет, не успею Художник вот-вот придёт А тепля прессовать не хочу О, а я придумал Я свою избушку спрячу, чтобы художник не заметил А сам скажу, что ничего не нарисовал Ну тогда художник, наверное, расстроится Да он ещё больше расстроится, когда увидит эту Коксикову избушку Ещё того, гляди, скажет Зря ты, Коксик, время на это потратил Лучше бы нормальную избушку нарисовал Всё, решено Положу его вот сюда Эх, художник её не заметит Всем добрый день Здравствуйте, уважаемый художник Так, я смотрю, вы какие-то мне рисунки показать решили? Да, смотрите, смотрите Мы Шишкину избушку с зубком нарисовали Молодцы, очень хорошо получилось Так, а ты, Коксик, где твой рисунок? Да я, это, ну, забегался, не успел Жаль, жаль Ну, ладно, сегодня я покажу вам нечто особенное Особенное? Ой, это мы любим Для начала возьмём листок бумаги Ну, например, вот такой, синий Нет, нет, только не этот, ах Ух ты, ничего себе, кто это сделал? Это я сделал Простите меня, уважаемый художник Я знаю, что у нас урок рисования И в следующий раз обязательно избушку нарисую, а не наклею Да не за что извиняться У тебя получился замечательный калаш Замечательный что? Калаш Это такой приём в изобразительном искусстве Особая техника создания художественных работ А само слово происходит из французского языка И означает наклеивание Да уж, видим, что наклеивание А наш сегодняшний урок будет посвящён именно калашу Так, нам понадобится газета Вот несколько кусочков ткани Такой вот И яркий, красивый журнал Газеты, журналы Мы что, их читать будем? Нет, Коксик, мы будем работать над твоей картиной Сделаем её ещё красивее Да, здорово! А что для этого нужно сделать? Для этого нужно добавить в калаш зелёный лужок А с чего мы его сделаем? Нарисуем? Нет, мы вырезали его из вот такого вот кусочка ткани Наклеиваем Вот, смотрите У нас получился Ого! И правда, похоже на лу А зачем нам нужна газета? А из газеты мы вырежем облачко Так, смотрите Так Здорово как получается Я и не думал, что из старой газеты Такое красивое облако может получиться Эх, вот бы здорово было Если бы из окна этой избушки выглядывал, ну, например, еноточ Тогда все бы поняли, что это не какая-нибудь избушка А наша, шишкинская Это можно легко устроить Так, берём журнал «Шишкин лес» И ищем в нём еноточа Вот, есть Смотрите, как раз в окне сидит Теперь мы возьмём ножницы и вырежем эту картинку Вот это да! И теперь осталось только этого еноточа в нашу избушку заселить Так Наклеиваем Вот, смотрите, что получилось Ой, как здорово! А теперь добавим в наш калаш несколько финальных штрихов Хе-хе, это каких же? Ещё что-нибудь наклеим? Нет, теперь я буду работать пастерью Так, вот такой Смотрите, мы нарисуем солнышко Вот здесь Вот такое у нас будет красивое Жёлтое солнышко И кроме этого, мы добавим на нашу избушку несколько деталей Погодите-ка Калаш, это же наклеивание А то, что вы делаете, это уже рисование Хм, детали калаша можно дорабатывать обычными художественными средствами Например, пастелью, ну или карандашами Ну вот, наш калаш готов Ух ты! Как здорово! Получилась настоящая смешанная техника Есть и наклеенные объекты, и нарисованные Надо будет обязательно попробовать самой такой же сделать Непременно, но сначала давайте дадим ребятам домашнее задание Друзья, сделайте красивый калаш и пришлите нам Мы будем ждать А теперь, до свидания Увидимся в Шишкиной школе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»